Пионерские речевки Судя по социальным сетям Почти никто не забыл Алексей Валерьевич, здравствуйте, с праздником Здравствуйте, вас тоже с праздником Во-первых, это забыть невозможно Потому что все помнят прекрасно Пионерский огонь Как возле него собирались И какие песни пели Так, ну Алексей Валерьевич, начнем мы Все-таки с такого приятного для меня Дела, это реклама Реклама на двигатель торговли Вот пока на Украине 22% Людей Собираются голосовать за кандидата По фамилии другой на пост президента То же самое в принципе и в местные И в центральные органы Законодательной власти наверняка происходит То есть люди бегают С выпущенными языками И глазами и ищут За кого же им проголосовать Кто будет из ЦЕ и Халепы Вытаскивать Украину И здесь вдруг Херсон Развешен Замечательными бигбордами Вон и из Рады, Лыненька, Украину Трам-пам-пам И там в том числе Вот среди вот пяти Зрадников Алексей Валерьевич Журавка Андрей Бордачев То есть получается Что украинская власть Которая все профукало Провалила Начала рекламную Предвыборную кампанию Для депутата Прошлых созывов Верховной Рады Украины Алексей Журавка Бесплатно Причем Замечу Ну во-первых Я искренне рад Что они мне такую рекламу дали Во-вторых Это доказывает Что Правду не скроешь И правда все равно Проходит Знаете Это метод устрашения И это наверное самое страшное То что происходит В Украине Тридцать седьмой год Они показывают Что якобы я По-украински Зрадил Украину Родину И так далее Во-первых Я хочу сказать Что я никому клятвы не давал Раз Во-вторых Я хочу сказать Что я не служил Два В-третьих Моя Родина Это был Бывший Советский Союз И меня воспитали Советский Союз В детском доме Номер два А по канонам Принципам Фашизма Бандерибизма Дебилизма Идиотизма Шизофрении И вообще Под словом Болезнь Я не хочу жить Меня эта власть Не устраивает Меня Майдан Который произошел Собственных людей И они же Расстряли Эти убийцы Типа Порошенко И так далее Не устраивает Меня такая Европейская жизнь Кавычка Как они рассказывают Не устраивает Я не хочу Быть рабом Я не хочу Ездить на Наймы В Польшу В Германию Сколько бы там Денег не платили Тысячу Две тысячи Евро И не хочу Свою Родину Покидать Я хотел Зарабатывать Деньги У себя В Украине Быть Конкурентно Способным Быть Государством Которое Может Само за себя Постоять Но не воевать Против Собственного Народа Поэтому Я себя Предателем Не считаю Я говорю Правду И Как они Говорят Что я Прозываю К развалу Украины Это не соответствует Так Я могу Одно сказать Я призываю С этой хунтой Надо прощаться Их надо Всех По тюрмам Садить Алексей Валерьевич Но больше Чем они Нынешняя власть Развалом Украины Не занимается Никто Я вот Просто Сегодня Даже посмотрел И написал Что для того Чтобы продать Последнее Что у страны Осталось Землю Необходимо Куда-то Девать Как-то Уничтожить Тех Кто по этой Земле Ходит И может Препятствия Какие-то Сопротивления Оказывать Для этого Придумали Майдан Потом АТО Теперь ООС И закон О трансплантации И вот Сейчас Украинцы Действительно Могут оказаться В Европе Быстро Легко Правда Расчлененными В качестве Органов А все остальное Будет где-то Утилизировано На той земле Которая достанется Монсанто Еще кому-нибудь Или еще кому-нибудь Вы знаете Сергей Конечно же Это самый страшный День В Украине 17 число Будет Когда был принят Такой закон Я почему-то Уверен Что в ближайшее время Начнут пропадать Дети Взрослые Начнут пропадать Истории болезни Для того Понимать У какого Какая кровь Какой организм И так далее Ведь Структуры Которые Основываются Только на Бандитизме На мафиозных Понятиях Таких Ну конечно Это Живые органы Это самый дорогой Назовем так Продукт Для человека Другого Который Живляется И так далее Я не хирург Но могу одно Сказать Что это Очередная Провидия Для Украины Жаль Что народ До конца Осознать Не может Что на самом Деле Самый большой Враг Сидит Это В Киеве Сегодня Наверное Должны И это Почувствовать Мне конечно Больно Говорить Про это Наше Общество И народ Почувствовать Не дай бог Конечно Но когда Будут дети Пропадать Взрослые Будут Пропадать Но к сожалению Это факт Валерий Ну ты Обрати внимание Инфраструктура Для похищения И утилизации Этих людей Уже подготовлена Евгений Карась С14 Национальный корпус Создан Правый сектор Никуда не делся Другие банды Нацистов Вот эти нацисты Сейчас люди думают Они их грабить будут А они будут Этих людей Обвинять Ты сепаратист Ты сторонник Путина Приезжать Забирать Увозить И человек возвращаться Не будет Вот этого люди Понять не могут Сергей Дело в том Что это Эта система Она уже Обкатана На Донбассе На самом деле Просто мы не знаем Сколько пропало На самом деле Солдатов Мы не знаем Сколько пропало Людей На самом деле Никто ж не делал Этому подсчету А мы не знаем Сколько пропало В тюрьмах Полиц заключенных Алексей Валерьевич Обрати внимание Помнишь Шум был В Мариуполе Там где стоит Полк Азов Тогда еще батальон Потом полк Азов Начали пропадать люди Никто их найти не может Полиция их не ищет Более того СБУ давало команду Не трогать Не лезть Не вмешиваться И не расследовать То же самое было И в Херсонской области Помнишь Мы с тобой Года полтора назад Документы эти Рассматривали То что делают Националисты Не расследовать Преступления Не обращать внимания Ни ментам Ни СБУшникам Сергей Все оно Обкатано Все оно Уже апробировано Вы помните Этот скандал С Юлией Тимошенко Когда Был Вы помните Когда На скорых помощях Вывозили Атошников А потом Неизвестно Куда пропадали Ведь это все Писали В соцсетях Да Поэтому сегодня Всего лишь Они легализовали То есть Незаконные власти Легализовали Законный Документ А потом Получается Он незаконный Но для народа Украины Так как он запуганный Он будет законный Он будет к исполнению Вы не забывайте Что методы Будут такие Использоваться Везде Вот допустим Ну что такое Больница Мы все прекрасно Понимаем Человеку стало плохо Наркоз дал А вдруг А тут вдруг У него появляется Бумажка Что он согласен Свои органы Передать В случае Там смерти И все Взятки гладкие Вы посмотрите Последний раз В Черсонской области 20 лет тому назад Не было Таких случаев Ограбили Ювелирный магазин Со стрельбой С поджогом С убитым водителем Ну это как Живой пример И они Сбежали Так же самое И в этой ситуации Никто не будет Найден Понимаете Это тот же самый Пример Косова Я про это написал Это естественный процесс Особенно Когда Гражданская война Идет Что вы извините За выражение Не почудить И не почудить На человеческих душах Украсть у него Сердечко Либо Почку украсть Зачем платить Тому человеку Который Социально Необеспеченный Он согласился Свою почку продать Так же Получается Так Допустим Там будет стоить 100 долларов У нас Вырезали Заработали А там Она будет По 40 тысяч Долларов Стоит Ну что бы На дураках Не заработать Ну а мафиозные Структуры На этом Наживаться Здорово Ведь все таки Как говорят Что в Украине Все почему-то Говорят Что где-то 40 миллионов Жителей А я считаю Что сегодня Уже 25 миллионов Жителей Примерно Плюс-минус Но 25 миллионов Я думаю Если Хотя бы 10-15 Процентов Пойдут Под нож Представьте себе Какие колоссальные деньги Короче Будем называть Это самый настоящий Каннибализм Государство Ну и закон О трансплантологии Он экспортно Ориентированный Почему Потому что На территории страны Не так много людей Которые могут Себе позволить Купить Чью-то Почку Еще что-то Такое То есть Это для иностранцев И вот Все на продажу Все на экспорт И эта статья Экспорта Украины Черного экспорта Будет Самая роскошная Очень долгое время Пока Кто-нибудь Эту власть Не Сыргой Это же Сегодняшняя хунта Перед Европой Должна с чем-то Рассчитываться Что самое дорогое Это тело человека Что самое дорогое Это земля Что самое дорогое Это ресурсы Вот теперь Хунту нагнули Раком Извините за выражение Порошенко Его Всю эту Плебею Нагнули И сказали Ну что ж Если у тебя нету Уже ничего Давай-ка Человечный Рассчитываться Больше никак Я не назову Закон вообще Это страшный закон Я его внимательно Вычитал Я вам хочу Сказать Что за этот закон Все кто голосовали Они должны Висеть на веселице Это мое личное мнение Как депутата Бывших созывов Могу сказать Что это Античеловечный закон У меня лично В голове Это все Не вкладывается Что происходит В Украине И какой бред В Верховном Совете Вы меня простите Пусть меня как хочешь Называют Там эти Укра-бандеры Укра-фашисты Укра-твары Как их назвать Мне абсолютно Все равно Как они меня называют Я точно туда Просто-напросто Ну я не знаю Бомбу кинул Это свора тварей Просто уничтожает Народ собственный Притом без разницы Дети, взрослые Пенсионеры Бабушки Ну это страшно Вообще-то У меня в голове Вот Сергей Как нормального человека Ну просто Не вкладывается Я не понимаю Алексей Валерьевич Я теперь понимаю Почему такая вот Небольшая Мягкая поддержка Надежды Савченко Оказавшейся в тюрьме С вашей стороны Потому что Она реально Может быть Мы Предподозреваем Готовила Подрыв Чтобы вот этот Купол обвалился И чтоб всех этих Уродов там Засыпало И она потом Ходила с автомата И добивала Всех тех Кого вы хотели бы Повесить на Крещатике Ну Алексей Валерьевич Переходим к следующей теме Мустафа Мустафа Джимильев Рифат Чубаров Поставили Ультиматум Порошенко До 18 Мая Вынь Дополож Статус Крымского Ханства Нашему Полуострову Крутил Вертел Порошенко В конце концов Сдался Дает на откуп И вот Этот закон Который может быть Принят Это что Будет означать Ведь они На территорию Крыма Не вхожи Ну никак Ну а Херсонщина Там вот Меджлисовцы Хулиганят Наш Наш татар Тронуть не могут В Крыму Но безобразничают У вас Сергей Дело в том Что Когда-то я вам говорил Что рано или поздно Никто не верил Эта машина Будет запущена Это очередной Виток Провокации Со стороны Соединенных Штатов Америки И Все было Искусственно Это сделано И в данный момент Пришло время Наверное Еще один ящик Пандоры Открыть И Порошенко Вынужден Это делать Не Не смог бы Приват Чубаров Этого Сделать Там На откуп Что-то получить Если бы Американцы Не дали добро Включим Второй механизм Смотрите Европа Начало Артачиться Против Американских Действий Против Ихних Вот этих Позиций Против Северного Потока 2 И так далее Но Сегодня Это запасной Ящик Пандоры Который Который Должен Вовремя Раскрыться Вот Куда Не полезут Эти Укр Дебилы У них Везде Ничего Не получают Одни Громкие Слова Да Не получилось С выборами Не получилось С диверсиями Там Поднялась Возле Черного Признали Что Крым Есть Российский Потому Как Налоги Платятся По Законодательству Российскому Так Что Это Двойные Стандарты Где Оказываются Великие Националисты Нация Так Положение Она Получается Просто Народ Своя Не Обманут Что Касается Этой Ситуации Если Закон Будет Принят И На Тот Указ Который Раньше Подготавливаться Хангири О создании Прошем Как К него Будет Ити Вот Это Факт Сергей Да Алексей Валерьевич Ну вот Смотрите Ситуация В Внешнеполитической Области Здесь Может быть Интересной Американцы же Игроки Шутники Стратеги Крымская Татарская Автономия Национальная В составе Украины Украина Ее объявляет Все Цивилизованное Сообщество Обязано Это признать Потому что Крымцы Украина И вот Дальше Что получается А потом Мустафа Джимилев Объявляет Что Я как Руководитель Крымской Национальной Автономии Или Чубаров Предлагаю Вот Как Косово Предлагаю Вступить В состав Турции И идет Провокация На стравливание Турок А там 5 миллионов Крымских Турок Живет С Россией Вот Здесь Закрутиться Может Разделяй И властвуй По-американски Вы Абсолютно Правы Ведь Вы посмотрите Американцы Везде Кидают В огонь Масло Везде Поджигают Спички Если Вот Рассматривать Крым Российский И Крым Украинский Появляется Два Государства Якобы Но Одно Мифическое Государство Которое Назовем В Украине Создано Назовем Так Этими Нехорошими Людми Да Исламовым Там Чубаровым И так далее Но Это Для них Что позволит Во-первых Отмыл Денег Колоссальный Потому что Якобы Они понесут Бюджетные Затраты Надо поставить Это Кормушка Во-вторых Это Отмыл Американских Денег Это Кормушка А За Энное Количество Денег Можно Покупать Боевиков Можно Обучать Потому что Это Отдельное Государство Якобы А еще Если С признанием Всех Их Этих Подонков Которые В Керсоне Сейчас Поплодились И Киев Вы Сами Представьте Себе Ну Я Не Исключаю Что Потом И у нас И родится ИГИЛ Которая Запрещенная Непосредственно В Российской Федерации Но Надо Обратить Внимание Что Сегодня Назовем так Идеализация Украинская ИГИЛ А это Теперь Будет Идеализация Мусульманская И вот Эти два Фактора Они Когда Объединятся Это Будет Самое Что-то Страшное Ну Я Не Знаю Смесь Бульдога Носорога Потом Еще Конфликт Появляется Между Нациками Которые Сегодня Заявили В открытую И сказали Что Мы Не Позволим Создание Конгресс Мы Не Позволим Здесь Турцию Это Еще Один Наславится Конфликт И Если Дальше Вести Ведь Не Напрасно Сегодня Разбьется Межконфессионный Конфликт В Украине Церкви Захватываются Вот По местную Церкви Украинскую Порошенко Выдумал Хотя Ему Уже Палки Ставят В колеса Но Он Все Равно Может Это Сделать Не Обратить Внимание На Всех И Вот Эта Бурлящая Кипящая Масса Может Как Грохнуть И Она По всем Разлетится Вот За этим Надо Думать Я Сегодня Считаю Что Нельзя Сегодня Ждать Надо Сегодня Ити В наступление Там Внутри Украины Уже Начать Немедленно Работать Немедленно Алексей Мне приятно Сейчас Лента Прямого Эфира Идет У нас Это Для блока Прямого Эфира И Идут Там Алексей Журавка Заявил То-то-то-то Сергей Лавров Заявил То-то-то-то Игорь Дадон Заявил То-то-то-то То-есть Уровень Понимаешь Да Журавка Лавров Дадон Мне приятно Я общаюсь С человеком Уровня Лаврова Дадона Так что Это На самом деле Очень здорово Алексей Валерьевич И заканчивая Наш разговор Все-таки Хотелось бы Вернуться В Киев И понять Вот Та предвыборная Чехарда Которая сейчас Происходит И вдруг Заявление Коломойского О том Что у Проститутки Даже больше шансов Стать президентом Чем у Порошенко И тут же Поддержка Юлия Тимошенко Которую он Как раз Проституткой Незадолго до этого Называл Это Ж К чему Вы знаете Это к тому Что говорит Что процесс Развала Самой Украине Как Политически Будем говорить Шар Разваливает Это Обозначает Что ни у одних Ни у других Ни у третьих Совести нет Для меня Коломойский Является Убийца Который Требыл Давал 10 тысяч Долларов За каждого Русского Наемника Для меня Этот человек Является Который Есть Интригантом Который Кроме И денег Ничего Не видит Ни жизнь Ни страну Ничего Я вам Хочу Сказать Что Коломойский Почувствовал Под кого Надо ложиться По рейтингам Социальным Естественно Он не простит Порошенко За то Что тот Практически Объел На территории Украины Особенно Приват Банк Хлопнул Фактически Разорил Коломойский Будет Доконталь Что касается Избирательной Компании И Процесса В избирательной Компании Я все-таки Считаю Что Не будет Никаких Выборов Досрочно Все это Они могут Состояться Когда Поменяется Власть Полностью Ну а если И будут Выборы То они будут Обратно же Нелегитивные Незаконные Потому что Не проголосует Донбасс Луганск Не проголосует Большая часть Людей в Украине Потому что Их загонят Подбиту Как назову Плюс Комиссии Которые будут Созданы Ими Они будут Все Заангажированы Запуганы Потому что Для меня Что Те выборы Порошенко Незаконные Что И эти выборы То есть Нелегитивность Порождает Нелегитивность Нелегитивность Что касается Этих Полков Банки Я вам хочу Сказать Что они могут Добрис До такой степени Что они Развяжут Войну Как и на Западной Украине Так и В центре Так и И по Восточной Части Потому что Они Непримиримые Между собой Вот Это лично Мое мнение Что касается Юлии Тимошенко Вот не дай бог Она пройдет Вот не дай бог Я вам хочу Сказать Это будет Стручнее Чем Порошенко И то что Говорят Здесь И везде Что с ней Можно договориться Надо ее Поддержать Там хочу Сказать На нее Все 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 Есть И она Буквально Будет Гораздо Жестче Действовать Чем даже Петро Кровавый Чем даже Турчинов Попомните Мои слова То Извините За выражение Выбляки А это Еще страшнее Я с ней Работал В парламенте Я Знаю Что это За Человек И Я не понимаю Народ Как Еще Ее Поддерживают Человек Пролежал Не обстреливались Обстреливаются Гибнут Получают Ранения Люди Каждый Божий Час Я оттуда Получаю Информацию Честно говоря Просто Ужас Берет И провоцирует Нас На грузинский Сценарий Я Я вам Хочу Сказать Они Доведут До Этого Но Только Грузинский Сценарий Нам Не Нужен Нам Надо Сценарий До Самой Польши Вот Это Будет Правильно Ведь Это Страшно Когда Каждый День Гибнут Это Страшно Когда Разбивают Дома Мирных Жителей И Порошенко Он Не Остановится Это К Несчастью Конечно Но Это Факт И он Готовится К тому Чтобы Выборы Не Состоялись И Чтоб Он Был Вечный Президент Потому Что Ему Некуда Деваться Его Все Свои Сдают И Кстати Я вам Хочу Сказать Не Дай Бог Он Не Останется Посмотрите Как Его Будут Труп Доедать Все Его Сторонники Извините Пожалуйста Но Это Пак Не Сторонники А соратники На сторонников Не Хватит Его Тушки А Соратники Каждый Свой Клочок Оторвет На то Они Каннибалы Алексей Спасибо Большое Всего Самого Доброго До Свидания Так Дорогие Друзья Алексей Журавка Гость Программы На самом Деле Прерываемся Увидимся Пока